Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Общая гидросистема, которая не была достроена по какой-то причине. Прямо на карте вверху знак воинного мастера, маркшейдера, знак византийский, что говорит о том, что колодцем пользовались длительное время и дорабатывали его. Здесь, пожалуйста, аккуратненько несколько ступенечек стёрки. И так, что мы с вами видим, глядя вверх, слово назовите. Хальцит. Еще слово более. Сталахтита. Молодцы. В чем необычность этих сталахтитов? Первая необычность то, что они растут в искусственном сооружении. Вторая необычность, что они растут без доступа воды. Они растут на конденсате. Теплый воздух поступает из галереи, холодный из колодца, выпадает как телесад, и на нем растут сталахтиты, что говорит о древности сооружениях. Один миллиметр сталахтита, подобно в одноискусственных сооружениях, растет 170 лет. Всех вам приходилось бывать в мраморных пещерах? Доводилось. Кто не обывал, настоятельно рекомендую хотя бы за того, что мраморные пещеры входят в пятерку красивейших оборудованных пещер мира. И там вы увидите и сталахтиты, и сталахмиты, и сталахнаты, и королиты, которых сотни тысяч лет. Маморные пещеры входят в пятерку. Немножко мистики для прекрасной части нашей группы, и для молодежи и возраста. Мужчины все скептики слились в уши. Я говорю мистику, знаю мистику, от ужаса я отвечаю. Молодцы, на дверь смотрите, на дверь. Видите, справа от двери человек стоит. Смотрите в колодец. Он видит только отсюда. Когда мы приближаемся, он исчезает, потому что скромно. Следит за порядком сражениями. Так что мы с надежно защищенными тылами отправляемся дальше. Он за нас. Перезай так называемый трюковый колодец. Это небольшой двухметровый колодец, который наполнен на современное дождевое воздействие. Мы расчистили древние протоки, чтобы не размывало ступеней. Раньше вода сюда поступала прямо по ступеням. И тебя не к сожалению запомним. К сожалению, потому что мы с вами не увидим, что на своде колодца следы были древней истории. Отпечаток рыбы, возраст которой 75 миллионов лет. То самое время, когда всеобщее Антетис покрывал большую часть нашей планеты. Слово о палеонтологии. Вы вообще люди искушенные. Вам приходилось бывать в других естественных пещерах? Доводилось. Приходилось на чемпионалы. Ну так что вот я вам присоветую. Комплекс майонтной пещеры включает все три оборудованные пещеры. Так вот вторая пещера, ее даже можно назвать первой, потому что на четвертом рейтинге, МНБ и Хасар. Она, кроме того, что более серьезная взрослая, в этом есть палеонтологический музей, где находится мамонтенок, пещерный медведь, недавно найденный эпизод. Очень красиво. Есть десятки кистеперых латимерий, более видных, чем у нас. Ну в общем, когда вы подниметесь на плату, там вы будете сами решать, что вам интереснее. То и другое лучше, если вы подниметесь. А вот того стоит. Ну там дверь еще. Третья не работает. Оборудованная сейчас, к сожалению. Перенависли до элегантства. М-м-м-м, читайте. Кто-то давно хулиганил, похоже. Достаточно. Что такое? Никак на древнеарамейском не читается. Люди редко меняются с другой стороны, чем славяне они читают. Если это важно, прочитайте с другой стороны. Итак, в 13-14 веке, когда галерея еще не была полностью засыпана, любители острых ощущений поползали сюда и масляными святильниками или свечами оставляли свои имена. Надписи гласят Симон Кожевник, Яков Сапожник, Галое взят, часть молитвы, ряд терраимских фамилий и слово Шалому. Также твои имени сделаны латинами Софья и Майя. Что говорит о том, что в Крыму всегда проживало большое количество национальностей. В данный момент в Крыму проживает 175 национальностей. Для сравнения, на всей материковой части России проживает 147. А мы с вами проходим мимо окреста 27 метров от створа колодца. Опустимся за мной по винтовой лестнице еще на 18 метров. Во время спуска большая к вам просьба до тех пор, пока я не разрешу в створ колодца голову не высовывать. Потому что невзирая на мелкую сетку на створе колодца, мельчайший камень может привести к травме. И я покажу удобное место. И здесь, в квартире. Красиво. Красиво. Извините. Что бы ты сказал? А не высовывая. Итак, перила, которые вы с вами видели, естественно сделан zrobлены в наше время. Но во время распаковка колодца были обнаружены басы, куда вставлялись довереги перила, в которых не сохранились. Подпитывался колодец с дремянней увлаги. Это была конденсатная влага, это была дождевая влага, и это были родники, которые были стены. Но в восьмом-девятом веке на ЖЭ по Крыму выкатился ряд цветной середины, и их глазные известняка перекрыли доступ к родникам колодцу, и он остался на подпитке только конденсатной и дождевой влаги. Обратите также ваше внимание на мастерство исполнения лестни. Лестница представляет из себя любимый, без единой поддержки. Лестница поддерживает сама себя. Теперь можете посмотреть вверх безопасно. Все смотрите, смело смотрите. Если бы створ колодца был бы чуть юже, а сам колодец был бы глубже метром на 20 с большим подземным помещением, то даже днем мы с вами смогли бы увидеть звезды. Потому что наш колодец по своему построению подобен колодцу обсерватории Ханапу-Лугбета, который находится в Самарканде. Но я не думаю, что из нашего колодца вообще замечательно наблюдали. Так, пойдемте в другие цели. На последней ступеничке, пожалуйста, аккуратно. Высокая ступенька, низкий сбор. Вот мы с вами опустились на глубину 45 метров. Это высота 16-этажного здания. Мы с вами находимся на 5 метров, ниже уровня балки, мимо которой вы проходили, когда поднимались сюда. И колодец завершается так называемым водоочистительным залом. Вода попадалась сначала в более высоко стоящую ванну, затем переливалась через специальный очистительный барьер, попадала в более низко стоящую ванну. И очистившись от твердых примесей, заполняла колодец до третьего витка, до середины винтовой лестницы. То есть мы с вами опускались по стволу колодца, где в лучшие угоды плескалась влага. Приятный сюрприз ожидал у нас при завершении раскопок. На него был обнаружен клад, который к самому колодцу отношения не имеет. Клад 13-14 века, который состоял из 4255 серебряных монет и 30 золотых. Монеты только наполовину изучены. Часть находится в Центральном музее Таврида города Симферополя, часть в спецхране. Наиболее интересной монетой был золотой египетский генар. Найден впервые на территории постсоветского пространства Чиканин, известным сунтаном Египта, Бейбарсом, который родился в городе Салхат. Сейчас город Салхат называется, кто мне скажет так, да и прямой филологической предсказкой. Город Брэн-Му. Город из двух отдельных русских слов. Первое слово говорит о преклонном возрасте этого города. А второе слово говорит о нашем полуострове. Как называется это город? Конечно, молодцы. Имя Бейбарса тесно связывают с именем легендарного султана Саладина и с воинами за Иерусалим с крестоносцами. В данный момент мы завершили раскопки внизу колодца. Вверху мы ищем тайн выход в город, в дворцовую часть. Постоянная температура воздуха 14-15, влажность 96%, 197 ступеней. Вопросы, пожалуйста. Вы купить можно? Нет, дождевая вода. Уже не та дождевая. Ну, чтобы вам было понятнее, эта вода, попадая сюда, бывает, не из туристических городов. Вы же знаете о неорганизованности как минимум наших людей. Тем более в наше время уже загрязнена дождевая вода. Раньше еще можно было оперировать, там голосом, и сейчас разве что, если хочешь сделать себе депиляцию, головой можно было. Вы задаете мне вопрос, а я показываю вам фотографии клада. Хорошо? Сините, а не просто спросите, а где именно нашли клад? Скамейка к колодцу не имеет отношения. То есть скамейка, где вы сидели, над вами 40 сантиметров от поверхности. О, как! Когда вы не понимаете. Ничего себе! Если не выжить вверх, 15-я ступеночка. Ну, просто добавим в обратном порядке. Мы же добавили сверху и заканчивали там, где мы сходим. Понятно. Здорово. Неизвестно, как попал этот клад сюда. Или есть какие-то гипотезы? Как это кладу? Стоять ли это время, когда Османская империя захватила, и кто-то из богатых торговцев? Яско. Спасибо. Посмотреть там можно вверх. 15-я ступенечка, если будем внимательны. Теперь уже стоит. Теперь уже все. Только это местечник, куда безопасно можно зайти. Посмотрели? Посмотрели? Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»